друзья приветствую на своей денис в этом видео мы обсудим с вами результаты лаунчпада порта на бирже binance а также результаты айфио порта на панкейс вал забегая наперед я хочу сказать что результаты получились очень показательные и очень крутые это видео будет максимально полезным для новичков и интересным более того она будет максимально полезным конечно для хомячков и давайте я вам сразу вкратце обрисую кто такие хомячки моем понимании да не только в моем просто в крипто мире как так сложилось что таких людей называют хомячками так вот хомячки в крипте это те люди которые по тем или иным обстоятельствам или просто не хотят или не имеет возможность или что-то еще но они вот как-то не анализирует информацию сами и не анализирует информацию полностью и они не способны принять какое-то свое решение и сделать свое личное умозаключение все что способны сделать такие люди это увидеть какую-то информацию или услышать и как правило это будет крупица информации часть 1 часть то есть все остальное информацию они не видят и не слышат они как будто дню абстрагируется на не берут часть эту часть видят думают что это правильно потому что туда лезет толпа туда лезет большинство все других людей они думают что это верно и они начинают эту часть еще дальше закручивать и еще дальше что-то свое делать хотя они не разбираются в этой теме вообще но они будут туда лезут вот это вот хомячки как правило это новички понятное дело потому что у них есть нехватка информации и тому подобное но адекватные новички они разбираются А неадекватные новички, они не разбираются. И вот это вот именно хомячки. Так вот, в этом видеоролике я, наверное, и покажу, и докажу. И немножко, мне кажется, открою глаза вот тем самым хомячкам. И объясню, почему все-таки лаунчпад Порте получился нормальный, адекватный и, самое главное, плюсовой. И почему даже айфио Порте на PancakeSwap получилось тоже нормальное, адекватное и плюсовое. В общем, с лирикой мы закончили. Скажу еще самое главное. Я ни в коем случае никому привзято не отношусь. Я абсолютно нормальный, адекватный, лояльный человек. Но просто ту ерунду, которую я вычитал у себя в личке, ту ерунду, которую писали просто в комментарии вот так вот массово, это было жесть. Поэтому, друзья мои, поехали разбираться от адекватных здравомыслящих людей и от новичков. Я жду лайков под одним видеороликом. А от хомячков, конечно же, я жду дизлайков. Поехали разбираться. Итак, мы сейчас в моем телеграм-канале. Вот у нас есть пост про айфио. И перед этим у меня есть еще много других постов про айфио Порта и про лаунчпад Порт. Я вам специально оставлю ссылку на вот этот вот самый первый пост. Кому интересно, можете просто перейти, посмотреть, почитать абсолютно каждый комментарий. Ничего здесь не удалялось, кроме каких-то там мачуков, перемачуков прям очень злых. Такое я как бы не терплю, такое удаляется. Все остальное, гневные комментарии, кому-то нравится, нравится, все это есть. Кому интересно, приходите, пожалуйста, читайте. Ссылочку вот на этот пост я оставляю. Сейчас я постараюсь разобрать некоторые комментарии. Понятное дело, не все, потому что если буду разбирать каждый, это просто затянется на час, на два, на три. Я не шучу, это реально так. Но постараюсь разобрать самое важное. И дать ответ, почему все-таки лаунчпад на бирже Binance Порта получился у нас нормальным, хорошим и плюсовым, самое главное. И IPO Порта у нас тоже получилось нормальным. И я дам очень важный ответ тем людям, которые пишут, что я ушел в лаунчпаде в минус. То есть как-то потерял деньги или что-то еще. Я ушел здесь в минус, в IPO в минус. А вот в моем, просто в моей главе это не укладывается. Как здесь можно было уйти в минус, это же невозможно. И вот давайте сейчас разбираться. Смотрите, у нас был лаунчпад на бирже Binance Порта. Порта на лаунчпаде, начальная стоимость данного токена была 1 доллар. Пожалуйста, запомните эту цифру, это важно. 1 доллар. Вот сейчас я вам открыл график. У нас Порта торгуется на отметке 7 долларов 15 центов. Я здесь все цифры буду округлять, чтобы и вам было проще слушать. И мне проще все это в уме считать. Вот 7 баксов у нас торгуется. 1 доллар мы его купили. Где минус? Даже если вы его сейчас продадите, это X7 от вашей инвестиции. И здесь, кстати, еще очень многие люди не понимают, что же такое инвестиция именно в лаунчпад. Обязательно тоже остановимся на этом вопросе. Так вот, это уже X7. Более того, эта цена сейчас. А можно было же продать дороже. И вот у нас есть пик. Пик у нас был на 40 долларах. Понятное дело, на 40 долларах его было практически нереально слить. Но его было реально слить, начиная вот где-то от 20 долларов. 20, 19, 18, 17, 15 и до 10. Вот в среднем его все так сливали. От 20 до 10 баксов. Где-то так. Лично я его слил по средней стоимости 13 долларов. Это не лучший показатель. Вот здесь в комментариях тоже там есть люди. Можете зайти почитать. Кто-то слил по 14 больше, чем я. Кто-то по 15. Кто-то, я помню, читал, даже умудрился по 20. Вообще красавчик. То есть хорошо. Вот берем средний 15. Или давайте минималку 10. По 10 его можно было слить. Ну просто даже, не знаю, там через 10 минут и после листинга, через 15. Его очень легко было слить по 10 долларов. Так вот. Вы покупали этот токен. Вот давайте, кстати, сейчас и то, и то затронем сразу. На лаунчпаде мы покупали этот токен по одному доллару. Продали по 10. А на айфио мы покупали этот токен по 2 доллара. А продали по 10. Скажите, пожалуйста, как здесь можно уйти в минус? Это нелогично. Теперь дальше. Это еще это не конец, а только начало, ребят. Теперь дальше. Мало заработали. Тоже очень часто мне пишут. Давайте посчитаем, сколько мы мало заработали. Вот у нас 1 доллар. Ребят, мы заработали 1000%. Для тех, кто не понял, смотрите, я объясню. 1 доллар. И вот 1000% я добавляю, о которой я сказал. У нас получится 10 долларов. Вот с одного доллара по одному доллару купить, по 10 продать. Это вы заработали плюс 1000%. Понимаете? Но сейчас обязательно обсудим то, почему же все говорят мало. Все говорят мало. Давайте вот я на своем примере, не на словах. Все буду показывать на своем примере, чтобы все было более-менее наглядно и понятно. У меня было зафиксировано BNB в этом лаунчпаде. Здесь уже пишется, сколько здесь я получил. А где моя фиксация? Вот фиксация. Зафиксировано у меня было 10 BNB. На эти 10 BNB мне дали аллокации всего лишь, сейчас посмотрим, на 0.0083 BNB. И с этой аллокации мне удалось купить 5.1 порта, 5 токенов порта. То есть, всего у меня зафиксировано было 10 BNB в долларовом эквиваленте. Тогда BNB было условно по 600 баксов, возьмем. Это 6000 долларов. И на эти 6000 долларов мне дали аллокацию всего лишь на 5 токенов порта. Соответственно, это 5 долларов. Потому что 1 токен порта, мы его покупали по 1 доллару. Соответственно, моих инвестиций, именно инвестиций, это очень важно понимать, было всего лишь 5 долларов. И рисковал я всего лишь на 5 долларов. Но не на 6000. Да, для того, чтобы получить возможность этой инвестиции в 5 долларов, эту аллокацию, мне потребовалось зафиксировать 6000 долларов. 10 токенов BNB. Да, это правда. Но это не инвестиция моя. Для тех, кто не понял, давайте чуть еще с другой стороны зайду. Смотрите, инвестиция, вот спросите любого человека. Инвестиции, какие риски? Если человек инвестирует 6000 долларов, это означает, что он может прогореть. Если эта инвестиция прогорит, будет скам, он может прогореть на все 6000 долларов. Но в моем случае, я мог лично прогореть максимум на 5 долларов. Потому что инвестиции было 5 долларов. Если бы токенпорт у нас залистился и пошел бы не вверх, а вниз, и он бы стоил меньше доллара, был бы скам. Вот такой вот, финит а-ля комедия. То я бы потерял 5 долларов. 5. Но мои 6995 долларов, точнее 5995, остались бы при мне. Вот и все. Поэтому инвестиции здесь было 5 долларов. Из 5 долларов. Давайте сейчас пока с инвестицией. 5 долларов. Сейчас покажу вам, сколько я заработал. Мне удалось заработать 65 долларов. Я продал 5,1 порта, в среднем по 13 баксов. И соответственно, вот так вот получилось. Поэтому получается, инвестировал 5 долларов, заработал чистыми 60 баксов. Просто в 10 раз, получается, умножил свой депозит, который я инвестировал. Давайте теперь обсудим другую ситуацию. Когда вот все, большинство говорят, что нет. И то, что я сейчас сказал, нет, это неправильно. Инвестиции у тебя было 6000 долларов. Хорошо. Давайте разберем такую ситуацию тоже. Инвестиции 6000 долларов. Чистого заработка, как мы выяснили, у меня получилось 60 долларов. Ну, еще раз говорю, это неграмотно, но пускай. Значит, я заработал плюс 1%. За какой период времени я заработал этот 1%? За час. Или за 2 часа. Ну, давайте возьмем день. За день. То есть, это получается больше, чем 360% годовых. Круто, да? Ну, крутой такой процент. Понятное дело, если бы каждый... А почему такое не каждый день? Да потому что вот и рисков очень мало. А проценты очень большие. И вы сами это видите. Вот это. Это очень крутой процент. Так вот, получается, что даже если так рассуждать, что всего там нужно инвестиции было 6000 долларов, то мы заработали 1% за один день. А по факту вообще за пару часов. Неужели это не круто? Это очень круто. И это большой капитал это понимает. И кто-то скажет, да, да, большой капитал это понимает, потому что мелком это не видно. Это видно на любом, на большом капитале это будет более ярко выражено в долларовом эквиваленте. Потому что капитал больше. Это логично. Но если человек не понимает на маленьком капитале, никогда в жизни он не поймет на большом. Даже если вы думаете, что поймете, не поймете. Это то же самое, когда вы торгуете на 10 долларов на фьючерсах, у вас одни ощущения. Как только вы начнете торговать на 1000 долларов, у вас будет уже легкий мандраж. Как только вы начнете торговать на планке в 10 тысяч долларов, то есть сделка, у вас ордер будет на 10 тысяч долларов, это будет другой мандраж. Особенно если это ваши там чуть линии последние деньги, кровные, на которые вы долго трудились, зарабатывали и здесь вы на них заходите. Поэтому, то что сейчас говорят, то что тоже очень часто много комментариев. Я заработал копейки. Вот, кстати, к этому придем. Хочется все вам показать, но, честно, не хочу сильно затягивать видеоролик. Хотя и так понимаю, что он получится длинным. Но для тех, кому нужно, я думаю, те ребята посмотрят. Сейчас затронем те копейки, которые получают люди. Это тоже хорошо, что вы получаете копейки. Во-первых, вы получаете плюс. Это самое важное плюс. Вы не уходите в минус плюс. Во-вторых, вы получаете бесценный опыт. И смотрите на большинство хомяков, которые пишут непонятно что. Еще раз говорю, я ни к кому там привзято не отношусь, конкретно к кому-то не обращаюсь, я просто анализирую ситуацию. И всех людей. И, к сожалению, большая часть новичков это хомяки, которые не понимают, что делают. Берут вот чуть информации, а остальную информацию не анализируют, не видят. И сейчас мы увидим это вам просто явное подтверждение. Читаем комментарии. Вот с конца давайте, в принципе, начнем. Во, супер, шикарный комментарий. Согласен, полная хрень. На падении бинги потерял 140 баксов. На лаунче заработал 4. Опять-таки, я не обращаюсь именно ко второму все-таки, если ты смотришь, объясни, как ты потерял 140 долларов. Мне просто интересно, как ты, как здравый человек мог здесь потерять 140 долларов, если мы покупали по доллару, продали по 10. Как можно было потерять 140 баксов? Он дописывает, что на падении бинги. Ага, значит это означает, что у тебя не было токена в бинги, ты услышал про лаунчпад, услышал вот этот весь фат, весь став, всю эту шумиху и решил, вот я такой, я самый умный. Я куплю бинги перед лаунчпадом. Поучаствую в лаунчпаде, после лаунчпада их продам и зафиксирую профис лаунчпада. А ничего страшного, что мы находимся на рынке криптовалют, а рынок криптовалют это дико волотимый рынок. Ничего страшного, что бинги, которое вы покупаете перед лаунчпадом, может стоить условно 500 долларов, или пускай будет 500, а после лаунчпада бинги может стоить 400. Вот, вы можете уйти в минус на разнице курса из этого бинги. Поэтому ни в коем случае нельзя, это грубейшая ошибка. И вот человек пишет, полная хрень, да не полная хрень, это полная хрень в отсутствии знаний, элементарной логики просто, какого-то анализа. Вот это вот полная хрень, а то, что ты пишешь, это не полная хрень. Тем более, очень много информации в интернете, у меня сколько информации. На своем ютубе, в своих видеороликах, чуть ли не в каждом про лаунчпад я говорил, что нельзя покупать бинги для участия в лаунчпаде, это грубейшая ошибка. Я в тикток записал видеоролик, он собрал там уже или 20 или 30 тысяч просмотров, то есть людям интересно, вот видите, они интересуются, это уже хорошо, что так среди хоть 30 тысяч человек об этом услышали, что нельзя покупать бинги. А вот я так понимаю, если человек пишет, что он потерял 140 долларов, значит он купил бинги. И в чем же здесь хрень, чья же здесь ошибка? Да не чья, только того человека, кто вот увидел крупицу информации, что будет лаунчпад. О, классно, иксы, поехали, все. А все остальное он решил не анализировать, ибо не интересует, его просто интересует лаунчпад. Поэтому идем дальше. Идем дальше, вот, вот это супер, это то, что я хотел сказать как раз про мелкий капитал, начинал говорить. Смотрите, вот у человека получается забрали 0.0005 бинги, такую дали ему локацию, небольшую. И на эту локацию ему дали купить 0.32 токена порта. И, кстати, вот здесь вот ниже где-то был коммент, сейчас глянем. Во, красавчик, тоже хрень, молодец. Хрень, минимальный ордер 10 USDT дали 0.44 порта. Вот почти такая же ситуация, у этого человека даже меньше. То есть он его не смог продать. Сейчас объясню, о чем идет речь. Вот ему дали 0.33 или 0.44 порта. Порт залистился, дает акси, все хорошо, человек хочет его продать. Человек заходит вот сюда вот, и вот пишет 0.33 или 0.44, и нажимает кнопку продать порта. Ему пишет ошибка. Давайте еще раз, еще раз покажу вам эту ошибку. Смотрите. Хоп, тотал масс бигрейт из антенны. Минимальный ордер на бинансе 10 долларов. И все, и все, и человеку больше ничего не надо. Он идет просто и пишет, хрень, минимальный ордер 10 USDT. Да, красавчик. Но только если бы ты зашел чуть дальше, и опять-таки не одну крупицу взял информации, а пошел бы, поискал другие крупицы, ты бы обнаружил, что на бирже бинансе есть такая прекраснейшая функция, как конвертация небольших балансов в BNB. И ты можешь там конвертировать ордер хоть на 2 доллара, хоть на 3 доллара, хоть на 1 доллар в токены BNB. Не через стакан, не через ордер по маркету, а через конвертацию небольших балансов. И у меня на ютубе опять-таки есть подробнейший видеоролик. Вот даже ссылочка на это видео в правом верхнем углу. Если интересно, то перейдите и ознакомьтесь. У меня в ТикТоке есть об этом видео. У меня в Телеграме есть об этом посты. И не только у меня. Не я один там такой красивый или такой умный. Я никуда себя там не причисляю. У других ребят, адекватных блогеров это тоже есть. Они это показывают. Информации в интернете достаточно. Ну почему же ей не пользоваться? А вот такой менталитет. Вот так вот. Мы что-то одно увидели, а все остальное мы уже не замечаем. И просто пишем. Хрей. Минимальный ордер в 10 долларов. Его можно продать, дорогой мой. Его можно продать в плюс. И условно вот человек потратил 0.005 BNB. Но он его конвертирует. Соответственно нам токен дал 10 иксов. И он зарабатывает. И у него уже здесь на выходе получается после конвертации условно 0.000 53 BNB. Или 54. Не важно. И не важно что копейка. Но это копейка в плюс. Умные люди, я думаю, меня более чем понимаю. Идем дальше. Давайте еще найдем какой-то интересный комментарий. Здесь их очень много. Это у нас просто время. Да, время. 660 слил. Тоже молодец. Почему нет? Вот тоже небольшая ситуация. Небольшая локация. Тоже конвертируется в BNB. Очень-очень легко. Байбит. Ну Байбит нам здесь не нужен. Да, 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 да. Это у меня минималка. На счету был 0.1 BNB. ППЗДЦ. Такая же ситуация. Вот правда у него интересного. Будет вычислено 0 BNB. Типа ничего с него не снимется. С него все снимется. Может быть, ты хочешь, ты нас не снял. Просто там 0.000005 BNB. И поэтому она все не власть, она не пишется. ПЗДЦ, не знаю в чем. Если ты первый раз еще участвует, для тебя это вот так вот зыбы ссы. Потому что у тебя есть опыт, и у тебя есть позитивный, положительный опыт. Ты заработал плюс. Если ты, конечно, конвертировал все это в BNB. Если нет, то верни сейчас конвертирую. Курс 7 долларов. Вы еще успеете. Брали по одному, сейчас 7. 7 иксов вы заработаете. Вот ваши 7 иксов. Давайте дальше. Что-то еще интересно, что другое, почему? Неплохо. Жду x40. Окей. На панкейке 0.001 дают. BNB остается на счету. Вот еще один тоже примитивный вопрос. Отвечал его в 1001 видеоролике. Понятное дело, сейчас иронизирую, гиперболизирую. Да. Ну, очень много видео я записывал и в TikTok, и в YouTube, и в Telegram. И ребята адекватные в чате в нашем Telegram. Тысячу раз буквально отвечали вот на такие подобные вопросы. Но люди не хотят листать, не хотят смотреть, не хотят изучать. Ну, что-то, что-то, но зарабатывать хотят. Зарабатывать все хотят. Вот комментарий, который мне понравился. На панкейке, ну, копейки типа дадут. Круто. Я хочу сказать, что на панкейке дали офигенную аллокацию. Намного больше, чем на Binance. И я, кстати, говорил это в своем видеоролике про айфиона панкейки. Я оказался все-таки прав. Ну, в принципе, это круто. И давайте я вам это покажу. Давайте вот панкейк. Берем мой панкейк. Я опять все мере на себе. Показываю свой личный опыт, свой результат. Панкейк. У меня на панкейке было всего за стейканной. Любой человек здесь мог в Basic Pool зафиксировать 5.42 токенов кейк. То есть мы отдали 5.42 токенов кейк. На выходе нам отдали, вернули 5.34 токенов кейк. И насыпали аллокации. И вот аллокации на 0.74 токенов порта. Соответственно, я вот здесь тоже где-то делал пост. Давайте посмотрим, опустимся. Вниз, 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 вниз. Вот. С нас забрали 0.00 0.08 токенов кейков. Плюс 2 доллара я дал на все комиссии. Это еще с головой хватит более чем. В моем случае я переведел это все на Binance. Слил на Binance по 11 баксов в среднем. И в результате у меня получилось плюс 6.6 долларов. С одного аккаунта на панкейке. Забегая наперед, могу сказать, у меня не один аккаунт. Несколько я их делал. Соответственно, условно 10 аккаунтов. Вот вам еще плюс 60 баксов. Там 60, здесь 60. Вот плюс 120 долларов у меня получилось лично заработать на этом, как бы, iFio и Launchpad на токенов порта буквально в течение пару часов. Ну вот час-два заработал 120 баксов немного. А если бы выстрела как бета, как бета, то я бы заработал уже не 120 долларов, а я бы заработал где-то 1000 долларов. Прикиньте, как классно. Но кто сказал, что он должен стрелять как бета? К слову, вот попалась мне эта бета. Не зря я ее тоже открывал. Все увидели, что бета, токен бета. Перед этим был Launchpad бета, кто не в курсе, перед этим ладца, а потом перед этим бета. И вот бета нам дала жгучьи иксы. У нас бета была в закупке 0.06 долларов. А на пике она была чуть ли не 6 долларов. То есть если порта нам дал 1000%, то бета нам дала 10000% на пике. Это космос. То есть условно, если я сейчас вот здесь вот в порту заработал 60 баксов на все свои зафиксированные, или пускай будут инвестированные, как опять все говорят, на стиме согласен, 10 BNB, 60 долларов я заработал, то если бы порта был таким же как бета, то я бы заработал 600 долларов. Ну или хотя бы 500 или 400 или 300. То есть вот понимаете. И вот именно из-за того, я так понимаю, что на бете были жгучие иксы, после этого все хомяки новые пришли, и давай пойдем сюда. А кто сказал, что должны быть такие иксы, просто 10000% взрыв головы, это скорее исключение. Такое бывает, и такое будет еще когда-то. Пройдет, не знаю, 2-3-4 лаунчпада, или там 10 лаунчпад будет вот после этого, и он стрельнет, и скорее всего будут тоже такие бешеные иксы. Потом, возможно, через пару лет уже не будет, но мне кажется, еще будет несколько таких хороших лаунчей. Никто не знает когда, но они будут. Ну и соответственно вот, и поэтому нужно участвовать. И даже таких лаунчей хорошо. Ну в общем, это бета, я отвлекся. Панкейк. Панкейк, панкейк, панкейк. Потому что сам себя запутал, и вас еще запутаю. Вот инвестиции, опять-таки инвестиции. Инвестиции здесь было 0.08 кейка. 0.08 кейка. Ребята, тогда кейк был по цене 19 долларов в среднем. Это так. Это полтора доллара. Полтора доллара инвестиций, и из этих полтора доллара я заработал чистыми 6,6 долларов. 6,6 долларов. Вот возьмите 6,6. Давайте поделим на 1,52. Там даже было, по-моему, 1,52. Получим 4 икса. 4,3 икса. Просто. Просто вот, ну, просто 4 икса. Хорошо. Давайте даже считать так, как все считают. Опять неграмотно. Да нет, ты здесь инвестировал 100 долларов. Хорошо. Зафиксировано было 100 долларов. Хорошо. Считаем так. На эти 100 долларов я сверху заработал плюс 6,6 процентов. Потому что 6,6 долларов. Возьмем даже 6 процентов. 6 процентов. Ребят, я заработал 6 баксов со 100 баксов. За 1 час. Или за 2. За день. Это плюс 6 процентов за день. Вы понимаете, какая-то бешеная доходность? Возьмите, опять-таки, 360 дней. Условно год. И умножим на 6. Это больше, чем 2000 процентов годовых. Вы понимаете, что вот здесь, вот в этом посте, кроется больше, чем 2000 процентов годовых. И да, понятное дело, не будут такие айфио каждый день. Потому что это, извините меня, 2000 процентов годовых, практически гарантированных и практически безрисковых. Почему практически безрисковых? Потому что, еще раз говорю, несмотря на то, что зафиксировано было 100 долларов, но рисковал я только на 0.08 кейка. То есть, если бы у нас порта провалился, заскамился, я бы потерял только вот 0.08 кейка максимум, но не 100 долларов. А остаток там 98, 5 долларов у меня бы остался. Поэтому здесь были просто лютые иксы. А теперь давайте сравним. Опять будем сравнивать по максималкам, то как мыслит большинство. Значит, лаунчпад на бирже Binance и токены порта. У меня было 10 BNB. Берем по 600 баксов, это 6 тысяч долларов. 6 тысяч долларов у меня числами получилось здесь заработать плюс 60 долларов. Соответственно, это плюс 1%. У нас получился вот так. Здесь у меня было всего залочено 100 долларов. Заработал я 6 долларов плюс 6%. Что там, что там плюс. Те люди, которые пишут, что вы получили минус, объясните мне как. Если вы не делали глупых ошибок, глупые ошибки здесь, это были покупка BNB, исключительно для лаунчпада. Если у вас нету BNB, не покупайте его. Я просто верю в BNB лично для себя. Я лично для себя понимаю, знаю, что он будет стоить дорого. Я его вот как хомяк, я хомяк BNB. Я покупаю всегда себе BNB. И чтобы у меня эти BNB не лежали без дела, я их использую. Я их использую в лаунчпулах, в лаунчпадах. Зарабатываю сверху все новые деньги. Плюсики, 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 плюсики. А потом мне все больше и больше BNB. А потом не удивляйтесь, почему у меня будет много BNB. У меня же их не сначала много было. Или у меня сначала было 10 BNB. Отнюдь нет. Я их постепенно, постепенно каплю. Поэтому все это играет. Сложный процент тоже играет просто огромнейшую роль. По поводу аллокации. Давайте я вроде бы не затронул еще этот момент. Посмотрите. Значит, 6 тысяч долларов. Ну, условно. Вот здесь 10 BNB, 6 тысяч долларов. У меня было непосредственно в лаунчпаде. Мне дали аллокацию на 5 токенов порта. Да, это на 5 долларов. Вот такой вот мне дали аллокацию. Где же она? Вот она. На 5 токенов порта мне дали аллокацию. Неплохо. А теперь смотрите еще дальше. Здесь у нас был панкейк. И на панкейке на 100 долларов. Вот здесь вот находится 100 долларов. Нам дали, и мне, и всем другим ребятам, кто здесь тоже участвовал. Дали аллокацию на 0.74 токенов порта. Соответственно, 6 тысяч долларов и 5 долларов. И 100 долларов и 0.74 доллара. Вот и вы считаете, где же получилось больше аллокация. Она здесь получилась просто космической. По сравнению с лаунчпадом на бирже Binance. На панкейке аллокация вышла намного-намного больше. Был момент по панкейку, что очень сильно он лагал. Сама сеть лагала Binance Smart Chain. Она была перегружена. Это правда. И я тоже на это попал. Не нужно думать, что какой-то особенный. Я на это не попал. Я на это попал. Я тоже писал комментарий от себя, что половина транс зависла. Вторая половина тоже зависла. Потом через время они у меня развезли. Все прошло. Потом я их вывел на Binance. Я их продал уже не по 13 долларов, не по 20. Только по 11. Но все равно в конечном итоге я продал. Я добился своего. Я не остановился. Я не начал писать комментарии, что я ничего не знаю. Я ничего не понимаю. Я начал что-то делать. И в результате я продал и заработал. Поэтому вот такая вот ситуация. Давайте разберем, возможно, еще какие-то комментарии. Из панкейка. Да ну нафиг. В следующий раз просто сделаю больше токенов и все. Не понял немножко. Уже не будет таких цифр, как 100 долларов. Вы что не понимаете? Гляньте, сколько народу прибыло на панкейк лег. Можно забывать про хорошую профитность. Профитность хорошая есть. Но аллокация будет меньше. Профитность бешеная. Немножко неграмотно просто пишет человек. Профитность бешеная. Но аллокация меньше из-за того, что приходит большое количество народа. То есть да, это верно, это логично. Мыслит он грамотно. Верно. Как перевести на Binance? Куча видеороликов на ютубе. Мой в том числе. Ну, как перевести на Binance? Докупи и продай. Логично. Комиссия при выводе. Платится Binance Smart Chain VIP 20. Это просто... Еще раз говорю. Я ни в коем случае не отношусь к предзятам. Мне вообще без разницы, что это за человек. Ну, нормальный, хороший человек. Но ситуация не комичная разве? Скидываю скриншот человек. Где ему... Ну, вот в лоб пишет просто Binance. Итоговая стоимость ордера должна быть больше 10 долларов. Ну, 10. И он задает вопрос. Пацаны, а почему эти пока продавать? Без комментариев просто. Все, контент сделали, хомяки залетели. Да, хомяки залетели реально. Хомяки залетели именно из-за этого. Вот очень много вот такой вот дезинформации. Дальше, к слову, еще я тоже сделал интересный такой пост. Я сделал опрос. Анонимный. Все вопросы анонимны. Поэтому голосуйте, не бойтесь. Выражайте свое мнение лично. Где я спросил? После таких иксов, взял в кавычки на порт, хотя иксы были хорошие, именно иксы. Как думаете? Прямлись на хобби себя еще покажут? Прямлись на хобби это, грубо говоря, тут самолончпад на Binance и айфиона PancakeSwap. И все ответили так очень интересно. 30%, 36%. Да, там должно быть лучше. 36%. Не знаю, но буду пробовать. Это, наверное, самый логичный ответ. Ну, посмотрим. И 28%. Нет, теперь не буду там участвовать. Очень много людей, на мое удивление. Хотя, ну, в той ситуации, именно в тех эмоциях, когда я тогда чувствую, когда все это читал, это ужас был какой-то. Я понимал, чтобы только процент. Треть практически ответил, что нет, я теперь не буду там участвовать. То есть люди вот поучаствовали, заработали копейки или ушли в минус только по своей вине. Потому что если человек логически все понимает, знает мысли, это действует правильно, он не мог никаким образом здесь уйти в минус. Никаким просто. Ну, вот люди сделали неграмотно, по своей вине ушли в минус некоторые. И все, они начали слиться. И сейчас они будут слиться, сейчас они будут тоже какие-то комменты писать, пальцы вниз, стать еще что-то на здоровье. И вот 30% таких. Что это означает? Это мы возвращаемся к началу моего видеоролика, где я говорил, что вот хомячки, это те люди, в моем понимании, которые видят кусочек какой-то информации, одну песчинку. Но все, что вокруг, дальше информацию, они видят. И они что-то увидели, что это песчинка, о, светится, о, алмазик, и все, и туда вот так вот с головой буль просто. Но то, чтобы этот алмазик забрать, нужно еще как бы много чего здесь поразгребать и понять, в первую очередь для себя вот здесь вот, это нет. Для кого-то этот видеоролик покажется слишком заумным. Кто-то скажет, да ты выпендришься, да ты еще что-то. Я не знаю, ребят. Говорите, что хотите, это мое мнение, по крайней мере, я вправе его выражать. Я его выражаю, высказываю еще публично, показываю лицо и все. А вот те заядлые комментаторы, которые пишут с непонятных аккаунтов, без аватарок, без ничего, это еще в ТикТоке так популярно. Я иногда на некоторые комментарии беру, отвечаю специально. Вот движки, и самое главное, они еще пишут, а эти комментарии потом начинают такие же хомяки лайкать. То есть такие же, ну реально глупые люди, которые не разбираются, не понимают, начинают лайкать и думают, что это правда. Там что-то и про локацию написали, и я иногда по приколу просто беру, отвечаю на этот комментарий и расставляю все по полочкам, показываю человеку. Понятное дело, я не буду так на каждый коммент делать, у меня просто, ну нету на это ни сил, ни энергии, ни времени, мне это неинтересно, из-за этого ничего не получаю. Ну просто, когда я увижу уже просто, ну лютейшую ерунду, я могу ответить. Это так смешно, и потом тот человек не отписывается, потому что, ну как лишь, это стыдно. В общем, ребят, вот такой вот видеоролик, задавайте свои вопросы еще, если они у вас остались. Ставьте лайк данным видео, если был полезен, ставьте дизлайк этому видео, если не согласны со мной. А с вами как всегда был Денис, всем пока-пока, зарабатывайте!